МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Музыканты Волгоград-концерта взялись за непростую задачу создания новогоднего настроения для жителей города. Центральный парк культуры и отдыха обменяется. Уже весной волгоградцы смогут прокатиться на новом колесе обозрения. Старый добрый бассейн «Спартак» ожидает второе рождение и новый хозяин в лице Академии физической культуры. Год, принесший беды для дома в советском районе, завершается хорошими новостями. Все жители обрели новые квартиры. На сегодняшний день окончательно решены жилищные вопросы всех собственников квартир разрушенного дома номер 60 на проспекте университетском Волгограде. В результате взрыва газа 16 мая этого года без крыши над головой остались 48 семей. Сейчас, спустя 7 месяцев после трагедии, они все обеспечены жильем. Недавно на оплату поступили последние два договора на приобретение новых квартир. Финансирование обеспечено за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области. Людям, попавшим в беду, также помогли в оформлении документов на недвижимость и решении правовых вопросов. В Волгоградском парке культуры и отдыха завершена первая очередь реконструкции. В память о военной истории этих мест восстановлен легендарный блиндаж. В нем в дни Сталинградской битвы располагался штаб командующего 13-й гвардейской дивизии генерала Александра Родимцева. Его бойцы навсегда стали символом мужества защитников города. Все в наших возможностях, которые сегодня у нас существуют, мы должны их уже задумки реализовать. Но парк, он на самом деле живой, настоящий, очень хороший, он нужный. Тем более он находится рядом с зоной Мамаева кургана. Сейчас минеральным парком, который возле Мамаева кургана сейчас построится. Стадион, набережная, дорога, прогулочные зоны, пляж. Все находится здесь, в центре Волгограда. А в этом в свое время я уверен, что мечтали люди, которые отстояли Сталинград и потом ставили нам задачу отстроить Сталинград. Мы сегодня это делаем. Тем более, что прекрасно, подсветка прекрасная. Я знаю, что здесь людей в хорошую погоду здесь вообще не пробьешься. На сегодняшний день в Центральном парке культуры и отдыха уже многое изменилось. К весне запустят новое колесо обозрения, готовы проекты еще ряда объектов и тематических территорий. Не пройдет и трех лет, как волгоградцы смогут наслаждаться полностью обновленным Центральным парком. Второе рождение ожидает бассейн «Спартак», расположенный у стадиона Волгоград-арена. После того, как госкомпания «Спортинжиниринг» выкупила объект у профсоюзов, здесь началось обновление. Ремонт планируют полностью закончить во втором квартале следующего года. Как внутри, так и снаружи старый добрый бассейн должен измениться. Внешний облик спортивного сооружения будет гармонировать с большим соседом – стадионом Волгоград-арена. После завершения ремонта объект передадут в хозяйственное ведение Академии физической культуры. Новогоднее настроение в сером из-за отсутствия снега в Волгограде всеми своими музыкальными силами пытаются создать коллективы муниципального предприятия «Волгоградконцерт». Сегодня и в ближайшие дни артисты играют праздничные мелодии в самых разных местах – от вузов до воинской части. Музыканты даже спустились на станции скоростного трамвая. Это происходит впервые. И раньше духовые оркестры в Волгоградской подземке замечены не были. Под сводами станции метротрама инструментальная музыка звучит особенно звонко и празднично, заряжая на добро жителей и гостей города. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова